Ом Ти Ви Юэй, про Головне. В контексте предстоящих в ноябре следующего года выборов уже определенность какая-то наступает, кто за, кто против, в том числе и по вопросу Украины. Да и в самой Украине все эти дискуссии, которые вот отгремели за последнюю неделю-полторы и в связи с экономистом и материалом заложенного и отдельными заявлениями о понуждении Киева к переговорам, ну такие они пока на уровне прессы, но тем не менее дают основания полагать, что какой-то последний штурм предпринят со стороны Москвы, ее сателлитов, друзей, агентов для того, чтобы вывести ситуацию на какой-то уровень контролируемый со стороны Кремля, значит, и по части Киева, и по части глобального влияния и всего остального. Давайте по порядку, Андрей Андреевич, вот с чего бы вы начали? С Америки, например, начнем или ею закончим? Как вы на это смотрите? Ну вот мне понравилась ваша такая фраза, она здесь центральная. Давление на Киев и на Байдена. Понимаете, в чем дело? Генарное какое-то. Да. Если давление на... Ведь действительно украинскому общественному мнению агрессивнейшим путем навязывается мысль. Последние недели две-три, как раз когда вот война приняла вот этот мировой характер, этот характер прежде всего был подчеркнут в первых же заявлениях, очень позитивных, Байдена, Блинкина и Остина, о том, что это два фронта одной и той же войны. Путин и Хамас. Первые слова, которые звучали в обращении Байдена к нации. И вообще, что меня удивило, приятно удивило в этом заявлении, что слово Украина звучало там чуть ли не чаще, чем Израиль. Он начинал с тейса Путин и Хамас. Путин хочет уничтожить Украину, Хамас и Иран хочет уничтожить Израиль. Мы это никогда не позволим. То есть, наконец, вот это правильное восприятие американской администрации как мировой войны, как два фронта. И в это же время на Украину оброшивается фонтан, куча, мутный поток публикаций американской так называемой «качественной прессы». У них вот есть такое выражение «качественная пресса». Вот такие, как у нас и высокообы называют себя «качественной прессой», «качественным телевидением», «системный либерал». Так у них вот «качественная пресса» – это «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Хилл», «Тайм», «Ньюс Вик» и так далее. Все они один и тот же тезис, абсолютно уживые, бросают на Украину, что на Западе вы стали от Украины, время не отличено на Израиль, и что вот-вот Украину будет заставлять пойти на перемирие. На перемирие с тем, чтобы предусматривать большие территориальные уступки к Риму. Да кто устал? Кто эти люди? Лидеры западного... Есть три человека, которые сейчас олицеваряют, собственно, Запад в военное время. Это Байден, это Блинкен и это Остин. Их все их заявления как раз противоположны. Они видят Украину и Израиль как два фронта мировой войны, объявленные им силами зла, Ираном и Путиным, и стоящим за ним Китаем. Ничего подобного. То есть весь этот нарратив, он абсолютно рживый. Ну и эпобиозом является совершенно гнусная статья. Мы, по-моему, еще успели в прошлый раз обсудить некого Симона Шустера о том, что он рассказывает сказки о том, что, ну, во-первых, он там рассказывает как свой человек по администрации президента. Зеленский у него плачет на груди, что ему никто не верит, он единственный человек, который верит в победу. А потом этот Шустер дает с десяток так называемых источников сотрудников в администрации. Ну, кого? Наверное, Ермах это ему говорит, так поверить Шустеру, что они говорят страшную вещь, они говорят, что Зеленский делюдит, что Зеленский долбанутый, он верит в какую-то ничтующую победу, которая не может быть и речи, мешает нам вести конструктивные переговоры, искать другие общинцы и так далее. Ну, предположим на секунду, что это так, но Шустер там совершенно чудовищную ложь вкладывает в уста Зеленского. Вообще в чувства придите в мире, что происходит. Я же говорю, я истинно верующий человек, который ждет пришествия Иисуса и мечтающий о том, чтобы я оказался в его войске, потому что это верная дорога в рай. Потому что будучи в его войске, если мы сразимся с войском даджаля, и ты погибнешь на этом пути, ты шахид. Для меня, как для мусульманина, нет ничего ценнее этого. Все. То есть встает вопрос, надо ли нам в этом случае друг с другом там о каких-то там нюансах разговаривать? Вообще не надо. Потому что мы ждем одного мессию, потому что мы хотим идти за этим одним мессией. И другой вопрос. Кто может его послать? Называйте его отец. Называйте его бог по-русски. По-чеченски называйте его дел. По-английски называйте его гад. Называйте его на арабском Аллах. Это наш общий бог, создатель, который создал и небеса, и землю, и человечество. Все, исходя из Писаний, и христиан, и мусульман, и иудеев. Сколько дней Бог создавал небеса и землю? Земли. Шесть дней. Шесть дней. Шесть дней. В начале даже. Вот я скажу. Три плюс три. Три, а до кого потом... Ну, шесть дней он создавал небеса и землю. Вот вопрос. Религия христиан с чего начиналась? И было слово. Правильно? В начале было слово. Да, да, да. И было слово. Головний російський пропагандист цими днями буквально згорів. Я вновь раз говорила, що Соловьов, а можливо і не тільки він, і такі як Папов і всі інші, та Кисельов теж, вони можуть просто не те, що згоріти, а померти на роботі. Тому що так кричати, так римасничати, так ненавидіти всіх і звинувачувати, може тільки він. Але сьогодні він справді видав результат, на який навіть ми не очікували. Одним словом, давайте будемо насолоджуватись тим, як палає вата. Інтересно, що мне все время пишуть, ізраїльцяне, як не можуть успокоїть. Видно, що-то вони другого від мене ждали. Владимир Адольович пишет, Андрій, ви действительно настільки прекрасно душні, що не розумієте, чому відповідь Ізраїль именно настільки жистокий. Нас не 150 мільйонів, у нас нет двух лет, щоб в поддавки играти з Хамасом, у нас нет ВПК размерів РФ. І якщо Ізраїль не даст понятий окружаючим нас, Хамасом, Хизбалам, і брати мусульманам, що к нему лучше не лезть, країну уничтожить. І РФ, к сожалению, в силу геополитики, все лише выразить озабоченность. Хорошого вам дня. Це оправдують убийство 4800 дітей? Ось це все. Це совершенно не обрадує. Нікакого убийства. Ми це розказували, і, наверное, той мій монолог, який був три недели назад, на воскресень, ввече в Солов'їву. Ну, він широко розшовся, да. Да, по всему миру, наверное. Я че-то понимаю, що є моменти, що... Я розказував вже про це. Але в любому врядь є сопутствуючі потери. Да, вони бывають. Але коли ти лично видиш, що ти б'єш туда, де жінчина і діти, то ніхто іной, як воєнний приступник. І другої кваліфікації зісті нет. Кто би чого не говорив. Много їх там, мало. Єсь международне законодачення. Єсь чіткі поняття, які вложені в голову любого професіонального военного. Що можна, а що нелезя. Ну, це ладо. Ти наніс удар по дітям, по жінчинам. А ти як потім с цим будеш дальше жити? Ну, ти убийца. Ти взял і растрісталку спеціально. Женщин і дітей. Че, ти по цьому будеш радоваться? Я вот це никак поняття не можу. Где там моральне состояние. Или нас по-другому воспитывали. Или православисть по-другому, чем в других религиях. Но у нас куча религий в стране. Я ще не видел, чтобы кто-нибудь одобрительно кумполом кивал на то, что творит в Израиле. Ни мусульмане, ни буддисты, ни евреи. Мне тоже это не... Но есть третий момент. Ведь была резолюция его на создание палестинского государства, которого Израиль исключительно препятствовал, захватив палестинскую землю. Это есть? Ну есть. Есть это. Это правда, Галима. Нравится вам, не нравится. Чего вы залезли туда? У вас есть государство? Живите ради бога. Вы залезли на чужую территорию. И отсюда весь конфликт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова